Увлечение роботами довело до Индокитая. Юные инженеры Новосибирска заняли первое место на всероссийском конкурсе и теперь отправятся в Таиланд на чемпионат мира. Сторожевой робопес, робот-скорпион и синтезатор ручной сборки. Это лишь малая часть разработок воспитанников Лиги роботов. Юные инженеры сами придумывают и собирают проекты из лего. Однако для большинства мальчишек конструирование становится больше, чем хобби. Мы пропагандируем то в нашей секции Лиги роботов, что нужно обязательно на этом не заканчиваться. Это как инструмент хорошего познания. После лего надо, конечно, переходить на летающие, ездящие, железные роботы, на контроллерах настоящих промышленных. Павел Бортников занимается спортивной робототехникой больше года. На соревнованиях в Казани его команда представила разработки в робофутболе. Говорит, с каждым годом судей все сложнее удивить. До выхода в свет разработки хранят в строгой секретности. В этой категории очень сильно влияет буквально каждая деталь конструкции. То есть что-то сюда, что-то туда. Она уже катается лучше, гладше. Особенно пытаются не показывать как раз-таки колеса, которые полностью сборные. Потому что правилами запрещено покупать уже цельные колеса. Сейчас готовятся к выступлению на мировом чемпионате в Бангкоке. Там будут представлены больше 70 стран. От Новосибирска туда отправятся 9 ребят. В прошлом году юные инженеры заняли первое место в старшей номинации в Коста-Рике. Это достаточно сложно и морально подготовиться. То есть психология играет большую роль. То есть там и давление идет со всех команд. То есть там все разговаривают на разных языках. То есть такая обстановка достаточно сложная. То есть нужно побороть себя морально. Побороть, чтобы робот ездил как надо. И вот эти все моменты скомпоновать. Всемирный чемпионат по робототехнике состоится в октябре. Но сначала ребята должны пройти федеральные учебно-тренировочные сборы по олимпиадной робототехнике. И доказать, что команда достойна войти в сборную. Екатерина Широкова, Алексей Зубила. Новости ОТС. Продолжение следует...